Алена Иваниченко Здравствуйте, Ксения. Приятно мне каждый раз в этой студии вас приветствовать с такими интересными событиями, вы всегда приезжаете, с программами, и самое главное, что этот фестиваль, ежегодный фестиваль, многих просто покоряет. Скажите, пожалуйста, что в этом году нас ждет? Спасибо вам за добрые слова. Скажу, что взаимно приятно раз в год представлять фестиваль накануне его проведения в этой замечательной студии. И с вами, Ксения. Что в этом году будет интересного? Ну, вы знаете, мы получили очень хорошее приветствие, благословление от Владыки Симферопольского и Крымского Лазаря, и там мне прям понравилось. Написаны такие хорошие и правильные слова о том, что фестиваль начинался как творческая инициатива нескольких энтузиастов, а вот сейчас разбивается уже как полноценный международный проект. И рада сказать, что, в общем, это правда, потому что в этом году 25 стран мира прислали заявки на наш кинофестиваль. И более того, мы сами, честно скажу, вам удивились, но факт, международные гости прибывают из Австралии, из Греции, из европейских стран, чтобы представить свои конкурсные работы. То есть помимо традиционного для кинофестиваля киноработ отечественных документалистов и создателей городкометражных игровых фильмов, будут еще и фильмы, которые, ну, можно сказать, мирового уровня. То есть настоящая мировая документалистика, которую можно увидеть только на больших международных форумах. Есть у нас такие вот как раз фильмы в проекте. Организационно, что будет новым? В этом году по просьбе многих кинематографистов показы фильмов конкурсной программы перенесены в профессиональный кинотеатр, то есть кинотеатр «Победа» и кинотеатр «Москва». Основной показ фильмов конкурсной программы будет в кинотеатре «Победа» на Большой морской 13. Я очень прошу наших преданных зрителей, которые смотрят почти все, без исключения фильмы фестиваля, обратить на это внимание. Церемонии открытия и награждения лауреатов по традиции в Доме офицеров Черноморского флота. Искренне благодарю командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Александра Моисеева, за разрешение, за предоставление на партнерских, совершенно безвозмездных условиях для проведения мероприятия. Это из замечательной площадки, доф очень атмосферный, ну, стоит ли об этом рассказывать. То есть это нравится кинематографистам и публике. И, в общем, практически 900 мест в зрительном зале и на балконах. Вот, церемония открытия 20-го числа в 19 часов начинается в Доме офицеров Черноморского флота. И церемония закрытия 24-го октября во вторник, тоже в 19, в Доме офицеров Черноморского флота. Будут фильмы открытия и закрытия, но на все остальные фильмы конкурсной программы нужно будет, начиная с утра воскресного, то есть с 9 утра в воскресенье, идти в кинотеатр Победа. Недалеко. И такой тоже уютный зал «Севастополь кино» предоставлен для показов. Алена, скажите, пожалуйста, нам еще важно сообщить нашим зрителям, что до 17-го числа будет по пригласительным в ДОФе, могут они взять в кассе пригласительные, собственно говоря. Расскажите, пожалуйста, вот как это будет происходить, чтобы никто не стоял в очереди и не ошибся с информацией. Совершенно верно. Вот идея как раз в этом и состоит. По-прежнему все показы, все церемонии, все, что фестиваль наш предлагает севастопольским зрителям, это все бесплатно. То есть любой человек, не заплатив ничего, приходит и посещает церемонии и сеансы. Но если сеансы, мы считаем, что будут, в общем, не будут иметь проблемы в доступе, то с Домом офицеров Черноморского флота, поскольку все-таки руководитель там, Владимир Владимирович Пискайкин, человек, который уважает дисциплину и не хочет, чтобы была неразбериха в день открытия, просят они, вернее, ну, скажем так, идут на содействие с тем, чтобы через кассы Дом офицеров флота бесплатно распространять пригласительные. Что это значит? Если вы знаете, что пойдете на церемонию открытия кинофестиваля, а также на творческий вечер народного артиста Виктора Ивановича Сухарукова, еще расскажу подробнее об этом, а также на закрытие фестиваля, вам нужно подойти в кассу Дом офицеров Черноморского флота и бесплатно получить пригласительный. Все дело в том, что там будут расписаны места, и в зале не будет беспорядка, мы пришли раньше, а мы здесь уже сидели, ну, то есть мы не будем какими-то дисциплинарными моментами расстраивать сотрудников Дома офицера, привыкших к дисциплине и порядку. Это важно с 17 октября, как вы верно сказали, пригласительные уже будут в кассах. Кто успеет их получить, тот получает место, гарантированное на всех церемониях. Если вдруг все пригласительные не разойдутся, и не все места будут востребованы, будет, конечно, свободный вход в день церемонии. Но вдруг нет, знаете, лучше перестраховаться, лучше заранее подойти и потом не иметь претензий ни к организаторам, ни к Дому офицеров Черноморского флота. Тем более, что этот фестиваль очень насыщен и по программе, и по тем гостям, которые к нам приедут, хотелось бы подробнее узнать все-таки, кто к нам приедет. И, может быть, приоткрою себе немножечко тайну и занавес, какие картины будут представлены. Картин будет представлено 55 только в конкурсной программе. И еще 40 картин во внеконкурсной программе. Внеконкурсную программу будем показывать на разных площадках Севастополя, в том числе и в кинотеатре «Победа», специально на афишах. Обратите, пожалуйста, внимание, написано внеконкурсный фильм или конкурсный. Но, может быть, это более важно для жюри, чем для зрителей, потому что, поверьте, внеконкурсные фильмы есть тоже очень интересные и хорошие истории, особенно в игровом коротком метре. Наш любимый жанр, когда буквально за 15-20 минут режиссеры, сценаристы, умудряются рассказать иногда сюжет, историю, достойную сериала. И тут часто краткость бывает с сестрой таланта, а не признаком невысокого бюджета. То есть есть очень талантливые работы, но просто конкурсная программа, что называется, не резиновая, отборочной комиссии пришлось очень поработать много, чтобы отобрать, и какие-то интересные работы попали во внеконкурс. Кроме того, будет организован показ и в киноклубе Московского государственного университета Черноморского филиала в Севастополе, возможно, в Севастопольском государственном университете, в культурных центрах Севастополя. Вот мы обсуждаем сейчас вопрос о ДК «Корабел». Ну, то есть еще будет несколько площадок. В дни фестиваля мы должны показать основные фильмы. Среди них есть игровые, художественные, полнометражные фильмы. И на один из них обращу внимание по традиции только потому, что много жителей Севастополя было задействовано в съемках этого фильма. Сейчас он уже выходит в прокат. Снимался, насколько я понимаю, не один год. Это художественный фильм «Барава» на библейскую тему, оригинальный сценарий. Снимался в Балаклаве, снимался в Бахчисарайском районе, снимался в Инкермании, в окрестностях Севастополя. И в массовке, как мне сказали создатели, задействовано было примерно 150 севастопольских актеров. Вот эту премьеру фильма, которую, я думаю, ждут в городе и будет интересно посмотреть очень многим, эту премьеру мы по предложению Дмитрия Анатольевича Гарнеги, который руководит Севастополь кино, переносим в зал кинотеатра «Москва». Тоже, пожалуйста, обратите на это внимание. Она состоится в воскресенье 21-го числа, 21-го октября, в 19.30 в кинотеатре «Москва». И еще в кинотеатре «Москва» будет еще одно фестивальное мероприятие. Наш председатель жюри фестиваля, который уже во второй раз взял на себя эту почетную и сложную миссию, Юрий Викторович Карра, как мы знаем, известный режиссер-кинематографист, он хочет провести свою творческую встречу и показать авторскую версию фильма «Мастер и Маргарита». Мало кто ее видел, скажу так. И это тоже будет в кинотеатре «Москва» вместе с актрисой Ириной Карра, которая задействована в этом фильме. Они эту творческую встречу проведут 21-го октября, тоже в 19.30. Бесплатно доступ, опять-таки. Ну, в кинотеатре «Москва», знаете, хороший зрительный зал. Я надеюсь, что всем хватит мест, приглашаем заранее. Алена, скажите, пожалуйста, как и где самое главное можно ознакомиться уже с программой, которую с 20-го до 24-е число покажут в Севастополе? Обратите, пожалуйста, внимание на афиши возле Дома офицеров Черноморского флота. Там есть расписание показов и программа. На афиши возле кинотеатра «Победы». И я думаю, что учреждения культуры Севастополя, которые идут нам навстречу, тоже несколько афиш разместили в учреждениях культуры. Николай Иванович Краснолицкий всячески содействует фестивалю со стороны Главного управления культуры. Надеюсь, что информация будет и в прессе севастопольской, и, ну, естественно, на сайте фестиваля, это понятно. То есть сейчас мы нацелены на максимальное информирование севастопольцев. Чуть не забыла в ответ на ваш вопрос упомянуть о творческом вечере Виктора Ивановича Сухорукова и о других наших звездах. Это будет уникальное событие 23 октября в Доме офицеров Черноморского флота, тоже по пригласительным ход. Виктор Иванович представляет свой, можно сказать, и творческий вечер, и моноспектакль, и театрализованное выступление. Это обсуждается уже практически полгода, и полгода он готовит какую-то такую особенную программу. Это я называю моноспектаклем. Виктор Иванович очень так творчески обрисовывает, что это будет. Но, в общем, этого еще никто никогда не видел. И только специально для зрителей Севастополя. Специально для зрителей Севастополя. Впервые такая, я думаю, что двухчасовая программа, которая наверняка заинтересует зрителям. А поскольку Виктор Иванович Сухоруков это человек-феерия, уверена, что скучать никто не будет, что это будет одно из интереснейших событий культурного сезона в Севастополе. В этом году наш фестиваль поддержал фонд президентских грантов. И поэтому, благодаря фонду, мы уже точно знали, начиная с весны, что фестиваль состоится, что какие-то такие вот расходы, которые неизбежны при организации большого мероприятия, мы сможем оплатить, организовать. Поэтому готовились заранее. Надеюсь, что в этом году организовано все будет лучше, чем в прежние годы. И все зрители попадут вовремя на все события. В церемонии открытия примет участие известный артист Владимир Сычев. Его привыкли сейчас видеть в паре с Дмитрием Нагиевым. Это такая знаменитая творческая группа. А представляет он совсем не фильмы комедийного жанра, но, вернее, так. Это легкая, добрая, можно сказать, комедия, можно сказать, мелодрама «Маняш на озеро», которую создали красноярские кинематографисты. И, соответственно, перед показом он выступит перед зрителями и на церемонии открытия фестиваля. Гостем церемонии закрытия фестиваля будет Александр Феликсович Скляр, известный музыкант, лидер группы «Ва-Банк» и артист. Он в очень неожиданном для себя амплуа выступает в фильме «Закрытие». Вот не буду пока раскрывать интригу, но многие не ожидали его увидеть, и мы надеемся, что он споет замечательные песни своего репертуара. Алёна, у меня к вам личный вопрос, потому что когда мы говорим про такие масштабные фестивали с такой плотной программой и с такой ответственностью, которую вы несете, скажите вообще, вот как это у вас получается? Спасибо за вопрос. Знаете, если говорить обо мне лично, я привыкла к режиму экстремальной ответственности время от времени. Я очень долгие годы была репортером Первого канала и возглавляла представительство Первого канала в Крыму и в Севастополе, начиная с 2000 года и вплоть до середины 2014-го. То есть режим мобилизации время от времени, когда события требуют твоего присутствия и твоего участия, у меня как-то уже в крови. Поэтому после того, как я стала заниматься в большей степени кино, документалистикой, мне очень хотелось организовать для города, который я очень люблю, в который, надеюсь, когда-нибудь переехать, пока живу в Симферополе. Мне хотелось организовать какое-то интересное культурное событие. Ну, то есть я знаю Севастополь, я знаю, чего хотят севастопольцы и знаю, что тут не так уж много фееричного. Особенно раньше происходило, но не так уж много, скажем честно. И когда мне подал идею организатор и директор кинофестиваля «Покров», в котором я раньше участвовала просто как режиссер документального кино, провести такой вот фестиваль, изначально это была идея проведения исключительно православного кинофестиваля в Крыму, то, ну, как-то я сказала, что, наверное, я не справлюсь. Он говорит, да что ты, справишься, надо попробовать. Ну, что это такое? Севастополь, такое благословенное место, а нет своего фестиваля православного кино. И, вы знаете, вот как Господь управил, все вдруг стало складываться, ну, то есть очень много не получалось, и совершенно не было опыта организационного. Но вот что называется по благословению, все сложилось, сложилось, сложилось. И сейчас мы уже, конечно, думаем о том, как выйти на полноценный международный формат. Мы расширили свою проблематику, то есть мы занимаемся социальным кино, семейным кино, в общем, все фильмы, которые про детей, про родителей, про хороших людей, про позитивные истории, которые рассказывают о том, как преодолеть трудности, как остаться духовным, благородным человеком, вот это наш репертуар. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, спасибо большое за то, что вы к нам пришли. Спасибо вам, Ксения. Всегда рады. А я напоминаю, что у нас сегодня в студии была Алена Ивниченко. Я на этом с вами прощаюсь и до новых встреч на информационном канале Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин